Сначала года под медицинским наблюдением находилось и находится 228 человек, на сегодняшний день 90 человек на 8 утра. Кто это люди? В первую очередь это те, которые туристы приехали у нас из Италии, Франции, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и единичные туристы, которые посещали Доминиканскую республику, Таиланд, Вьетнам и, соответственно, с начала года кто-то приезжал из Китайской народной республики. В первую очередь это сами и их контактные лица. Наблюдение производится на Домоу, значит, они самоизолированы, к ним выходит доктор, осуществляет ежедневную термометрию сбора анамнеза и, соответственно, на первый, третий и десятый день берутся лабораторные анализы. Берется на сегодняшний день только один биологический материал, это мазок износа глотки. Доставляется он сразу же в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, которая работает в круглосуточном режиме. Результат теста будет готов на сегодняшний день через 4 часа. Бывает такая ситуация, что проба может быть сомнительная. Вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, да, этот биологический материал направляется в лабораторию Нижнего Новгорода для перепроверки более точной. Это взаимодействие с МВД, ФСБ, Центральным аппаратом Роспотребнадзор. Сейчас какая ситуация идет? То есть мы имеем на сегодняшний день всю информацию о рейсах наших туристов, которые прибывают из стран мира, где есть очаги коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 154 страны мира дали информацию, что у них есть хотя бы один случай. Информация о фамилии, имя, отчество, адрес, телефон передается в Центральный аппарат Роспотребнадзора, который передает уже в территориальные органы. Территориальные органы отрабатывают с медицинскими организациями эту группу. Если она не выезжала, то она была в близком контакте. Понимаете? Вообще в эпидемиологии есть три варианта развития событий. Это сам заболевший, это близкий контакт и дальний контакт. Вот наша задача и задача эпидемиологов – это, значит, выявить заболевшего и близкий его контакт. Скорее всего, она контактировала, поэтому была выявлена в ходе того же самого медицинского наблюдения на дому. Боксов у нас хватит. На сегодняшний день у нас есть для детей городская детская больница номер 2. У нас для взрослых есть больница скорой медицинской помощи. Есть боксы, соответственно, в инфекционном отделении Новочебоксарской городской больницы. И в каждом муниципальном районе Чувашской республики, скажем так, у нас 15 инфекционных стационаров, там тоже есть боксированные специальные палаты. Аппаратов ИВЛ в республике достаточное количество. Ну, начнем со службы скорой медицинской помощи. Все новые автомобили, все бригады у них есть внутри машин ИВЛ. Это первое. Второе. В каждой больнице тоже есть. Суммарно мы насчитываем около более 400 аппаратов. И, в принципе, если ведется режим повышенной опасности и так далее, из резервного фонда будут выделены деньги. И если что-то будет не получаться, естественно, этот парк будет, конечно, дополняться. Потому что в качестве, ну, на сегодняшний день, с учетом, скажем так, оценки рисков, этих аппаратов хватает. Буквально вчера состоялось видеоселекторное совещание с главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Юрьевой Поповой, которая, в принципе, указала регионам в месячный срок продумать, а не пора ли перейти на тестирование здоровых. Те, которые, ну, допустим, поехали в Москву, спустились в метро, приехали в Чебоксары и боятся. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, направлен запрос регионы, какие еще дополнительные лаборатории, но уже класс опасности они снизили на 3-4, это как бы обычные лаборатории, да, которые делают так называемые анализы с помощью полимеральной цепной реакции. Могут ли они на себя взять вот эту вот часть вот этого населения, чтобы оно спокойно это? На сегодняшний день мы вчера договаривали, обговаривали эту проблему, нашу заявочку мы поддали. Я думаю, что вот в ближайшее время, естественно, мы сделаем заявление, и вот этот поток пациентов мы, конечно, мы туда перенаправим. Смотрите, в чем тут опасность. Тут самое главное, нельзя делать это массово, потому что если человек пойдет массово, он пойдет в больницу, а вдруг он больной? Поэтому нужно место, которое имеет изолированный фильтр бокс, куда он обратился, у него взяли мазочек, и все, и он ушел. И потом заполнил анкету, фамилии, имя, отчество, адрес, дал свой сотовый телефон и так далее, и так далее. И, соответственно, эти анализы будут определены, и мы будем уже иметь эту информацию. Вот как должно быть. Вот, и, естественно, мы такой вопрос прорабатываем. Есть такая ситуация, есть такая потребность, и понятно, что Российская Федерация Иоанна Юрьевна Попова попросила региона подумать. На сегодняшний день, значит, вы посмотрели, что, в принципе, большинство уже, наверное, скажем так, субъектов Российской Федерации приняли указы, распоряжения, постановления о введении режима повышенной опасности. То есть это не ЧАЭС, это просто режим повышенной опасности, который предусматривает в себя ряд ограничительных мер. И уже эти меры вы наблюдаете. Дети перешли с кабинетной системы, и занимаются только в выделенных классах, и дальше они уходят на каникулы. Запрещены все культурно-массовые спортивные мероприятия, да. Соответственно, создаются резервы различных средств защиты, в том числе дезинфицирующих, но это касается медорганизации, у нас есть трехмесячный запас дезинфицирующих средств и масок, да. Проводится массированное обучение персонала больниц по клинике, верификации, выявлению, разговору с данным пациентом, то есть ведут конкретные модели поведения отработаны, да. В то же время, значит, переходит медицинская система, наше здравоохранение на оказание медицинской помощи на дому температуре. То есть мы выходим на дом, то есть к нам идти не надо, мы выходим, да. Соответственно, планируются отмены и плановых госпитализаций, и возможное прекращение также плановой диспансеризации профилактических медосмотров. Все это сделано для того, чтобы люди не ходили, не выходили и так далее. Но самое главное, наверное, это выдача, конечно же, больничных листов, как дистанционно, так и при посещении на дому, всем контактным и всем прибывшим и контактным лицам из стран, где выявлены очаги коронавирусной инфекции. Все вот это вот проводится. Даны четкие указания работодателям, чтобы вот можно привести пример одного из крупных предприятий, где поставлены, значит, бесконтактный термометр, тепловизор, да, проводятся, соответственно, не допускаются на работу температуры, ищи и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый работодатель уже имеет предписание о том, что таких людей надо переводить на дистанционные формы работы, не допускать их на работу и так далее, и так далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА